Есть люди, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, каждый день готовы встречать с улыбкой. И способны ценить каждый миг своей жизни, вопреки всем испытаниям. Галина Павлова с детства любила разыгрывать окружающих, все время пела и плясала, сколько себя помнит. Карьера артиста была предопределена для нее. Еще в школе Галина оказалась в знаменитом театре юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров. Логичным продолжением ее пути стал театральный институт и красный диплом. На выпускном экзамене ее увидела вся страна. В фильме «Вороне где-то бог». «Постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться радостью на тебя». «Ты постой, постой, красавица моя, дозволь наглядеться радостью на тебя». Я работала в театре лицедей, ну, закончила театральный институт, и после этого меня пригласили в Ленконцерт, там я познакомилась с Вячеславом Полониным, и он меня пригласил в свой коллектив лицедей, который тогда вот возникал. Это были 80-е годы, это было давно. И я там проработала 8 лет, мы объездили всю страну, были очень любимой публикой. Благодаря своей работе Галина Павлова нашла вторую половину и счастливо вышла замуж. Но семейную жизнь прервала ранняя смерть супруга. Вскоре ушли жизни и родители девушки, началась одинокая жизнь Галины. Все время она посвящала любимой работе, пока не начались проблемы со здоровьем. В 2010 году у женщины обнаружили рак, но вместо шока она испытала небывалое желание бороться за жизнь и встать на ноги. После ряда тяжелых операций и терапии болезнь наконец отступила, а Галина из-за частичной парализации попала на курсы по терапии. И это кардинально изменило ее жизнь. Когда познакомилась, узнала о лошадей, то я занималась в прокате. Ну тогда я была здоровая и просто в прокате занималась. А когда инсульт произошел, я стала уже пограниченна в своих движенческих возможностях. Пока я там немножко устанавливалась, был паралич полностью, нога и рука. И сейчас еще, естественно, осталось это все. Вот, и познакомилась с Ольгой Андреевной и приехала сюда, вот, и стала заниматься. Вот, но у меня есть, естественно, ограничения по тому, как я могу ехать. Вот, например, вот эти вот все перевязки, это я руку вот так привязываю, потому что управлять я могу только одной рукой. Вот, и нога тоже это практически левая не помогает. Вот, поэтому и для лошади это, конечно, сложновато, что всадник такой, ну, необычный. Вот, но мы стараемся друг к другу приспосабливаться, и она очень чуткая в этом отношении. То есть она очень терпеливая, умная, потому что нужно же понять всадника, как это вдруг. Почему-то с одной стороны сюда и вес тут вот не в ту сторону, и все как-то неровно. И она терпит это, терпит и понимает. Конечно, жизнь меняется, но если внутри есть вот эта жизненная сила, энергия, и ты понимаешь, что это не конец, и более того, есть же люди, которые гораздо более больны, чем я, вообще без рук, без ног. Ник Вуйчич, например, да, вот, который потрясающе совершенно. И поэтому смотришь, ну что у тебя чуть-чуть рука не двигается, что чуть-чуть нога не двигается. Но все равно тут есть такая возможность, а лошадь действительно помогает. И, кроме того, она помогает, как бы, с точки зрения медицинской, восстанавливаться. Вот я, например, сейчас тренировки строятся у меня так, что я в начале и в конце тренировки я пытаюсь управлять лошадью двумя руками. То есть для разминки, для всего. А потом я руку привязываю, ну вот вы там увидите, вот, и потом я уже управляю так, как я это делаю на соревнованиях. Весной 2012 года Галина стала тренироваться всерьез, а уже через пару месяцев заняла первое место на чемпионате Москвы по одному из видов паралимпийской выездки. И сегодня она входит в состав паралимпийской сборной команды России. Да, я на первом же старте умудрилась там в Кюре занять первое место на чемпионате Москвы. Это самый мой первый стаж был, он произошел через два с половиной месяца после того, как я села на вот на эту лошадь. Ну это чудо или что? Это чудо, это чудо, это чудо и помощь Божия, конечно. Потому что даже несмотря на то, что я до этого имела некоторую практику, но тело-то у меня стало другое, и мне с собой еще не управиться. Я еще себя не вполне ощущаю, даже все свои части тела, то есть они как они имевшие слегка до сих пор. Вот, а потом уже, когда был чемпионат России, я там стала бронзовым призером. И на последнем, вот на втором для меня чемпионате России тоже получилось, что я бронзовый призер. Когда есть цель и желание, ты собираешься, вот, и движешься туда, и ищешь уже в себе внутри те пружины, которые тебе помогают, да. Ну у каждого они свои, вот. Но вот без этого никак. То есть обязательно нужно какую-то мотивацию, какой-то стимул. Вот, а для меня вот это радость и удовольствие с общением. Плюс эмоциональная вот эта энергетика от лошади положительная, вот. Вот, и эмоциональное вот это удовольствие, и адреналин этот положительный, он и даже на химическом уровне он работает. Так что все системы организма начинают включаться. И уже рука может делать, вот я не могла вообще там не поднять ничего, руки вот так вот ничего не делали. А сейчас потихонечку, вот. И, конечно, в этом отношении моя ситуация лучше, чем у людей, которые инсультники лежат, например, дома там с пультом телевизора. Вот. И, конечно, у них восстановление происходит гораздо меньше, если вообще происходит. Вот. Так что лошадки – это мое удовольствие, мое радость, мое здоровье. Спорт стал новым жизненным этапом для Галины, новым выходом из непростых обстоятельств. Ее работа и творчеством одновременно. Галина не привыкла сдаваться и проигрывать. Сегодня она стала очередным примером того, как важно человеку не утратить самообладание и силу духа, смотреть в глаза обстоятельствам и смело идти навстречу своим мечтам. Редактор субтитров А.Семкин